ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Леопард-2, посол в Болгарии, С-300 и другое вооружение. Зеленский намерен создать флот морских дронов. Турция как раз презентовала противолодочную новинку с названием «Мир». По данным Нью-Йорк Таймс, Толтенберга может сменить вице-премьер Канады и внучка коллаборациониста Фриланд. Сенатор Коветиди предложила отдать под трибунал в Донецке Зеленского в Углегорске покушение на судью Верховного суда ДНР Никулина. Он в тяжелом состоянии. Иранский МИД признал, беспилотники в Россию поставлялись, но немного и до начала операции. НАТО не исключает повторного закрытия зернового коридора. По данным Рейтер, Россия просила разблокировать счета Россельхозбанка для вывоза своего зерна. Киев национализировал отдельные активы олигархов Коломойского, Григоришина, Живаго. Пригожин с опорой на региональный бизнес создает центры подготовки ополчения в Курской и Белгородской областях. Глава Приморья Кожемяка проверил сообщения о якобы больших и неоправданных потерях морских пехотинцев и нашел их преувеличенными. Потери есть, но далеко не такие, конец цитаты. Минобороны выпустило собственное опровержение потери, не превышают 1% боевого состава, а продвижение войск – 5 километров. Картополов рассказал, что не ожидает дополнительной мобилизации. Вашингтон-Пост полагает, победа республиканцев серьезно повлияет на американскую поддержку Украины. «Ла Република» пишет, США и НАТО допускают переговоры Киева и Москвы после отвоевания Херсона. «Волл-стрит-джорнал» недопущение эскалации обсуждали Салливан, Патрушев и Ушаков. По словам Пескова, Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Daily Mail утверждает, в разговоре Путина и Макрона звучали ссылки на Хиросиму и Нагасаки, а Шольц заявил, что Си Цзиньпин против ядерной эскалации на Украине. В Риме прошла многотысячная демонстрация за немедленное прекращение огня. Суд арестовал военнослужащего Ионкина, который, как считают следователи, устроил пожар в ресторане «Полигон». В огне погибли 13. Ранее была арестована Беленогова. Отвечавшая за работу ресторана, собственник здания, депутат Единорос Мерзоев, получил статус свидетеля. Киргизский Капиталбанк приостановил работу с картами МИР. В октябре российский авторынок упал на 63%. Цены на новостройки перестали расти за месяц 0,2%. В Россию, как считает Минпромторг, возвращаются люксовые бренды «Ланком», «Ивсен Лоран» и «Джорджио Армани». Запрещенная экстремистская мета следует примеру Маска. Анонсировано сокращение тысяч сотрудников. Это первое увольнение за 18 лет истории компании. Тем временем Твиттер попросил некоторых уволенных вернуться. С начала года американские хай-тек корпорации оставили без работы уже 45 тысяч человек. Впервые за два года сократился китайский экспорт. Октябрьское снижение составило 0,3%. Ожидался рост на 4%. Поставки в США снизились на 12%. Тем временем американский Федрезерв в четвертый раз поднял процентную ставку на 0,75. Пауэлл не исключил еще более резкого повышения. Остановить инфляцию не удается. Банк Англии анонсировал самую длительную рецессию в истории. Дерипаска призвал набраться смелости и снизить ставку ЦБ до 5%, напечатав 25 трлн рублей. Иначе роста не будет, уверен олигарх. Иранский парламент требует суровых мер к задержанным демонстрантам. Открытое письмо подписали 227 из 290 депутатов. Наказание должно продемонстрировать всем, что жизнь, собственность, безопасность и достоинство народа – это красная черта, которую нельзя переходить. Конец цитаты. По закону смертная казнь грозит по обвинениям во вражде против Бога и распространении греха на земле. По данным спецпредставителя ООН арестовано 14 тысяч. Иранская армия заявила о перехвате груза для протестующих из Саудовской Аравии. Wall Street Journal по результатам израильских выборов пишет о возрождении ультраправого религиозного сионизма, а Times of Israel о полном разгроме израильских левых. Папа Римский сказал, что не верит в жестокость русского народа, потому что народ этот великий. Патриарх Гундяев заявил, иностранцы стремятся посеять в стране междоусобицы. Страна столкнулась с опасностями, которые грозят ее существованию. В РПЦ сообщили, погиб настоятель подворья при штабе РВСН Васильев. Студенты питерского отделения Ранхикс собрали подписи против передачи церкви корпуса на улице Черняховского. По данным РИА Новостей, Собчак опять в России. Тем временем в администрации президента задумались над образом будущего, пишут ведомости. Чиновник Харичев написал статью, в которой рассматриваются модели. Страна-пророк, страж добра, родина-мать с лазерным мечом, дивный град, жар птица и пирожок. Субтитры создавал DimaTorzok